Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем жила Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты. Я, Инга Пеннер, главная тема выпуска. Чтобы я так служил, новобранцев до военных частей доставят на поездах с вагонами-ресторанами. Картинка из календаря стала державной святыней. В Самару привезли уникальную мироточивую икону. Квартирный вопрос, испортивший москвичей по версии Шостаковича. К 110-летнему юбилею композитора в Самаре дадут премьеру его единственной оперетты. В память о герое в честь летчика звона у погибшего в Афганистане в Самаре установили мемориальную доску. Она играла емелю и конька-горбунка. Травести театра Самарт Вера Синина отметила 90-летний юбилей. Не гречка единая. Самарская область стала первой, где опробовали нововведение Министерства обороны. Теперь призывников, которые едут в поезде к месту службы более трех суток, кормить будут в вагоне-ресторане. Пионером стал воинский эшелон из Сызрани на Дальний Восток. На областном сборном пункте военного комиссариата Марина Кравцова изучила солдатское меню и выяснила, почему форма военных сидит на них, как влетая. Вагон-ресторан впервые появился в составе поезда, в котором новобранцы поедут к месту службы. Центральный военный округ здесь первопроходец. Этот состав поедет на Дальний Восток. Впереди семь дней пути. И все это время солдаты будут питаться не сухпайком, а горячей едой, приготовленной из свежих продуктов профессиональными поварами. Уже по традиции родственники призывников прямо к поезду приносят домашнюю еду. Но от запаса в дорогу новобранцы даже отказываются. Делится Татьяна Парубова. Она на службу отправляет внука. Он был доволен вообще всем. Мы ему хотя и домашнего приносили, но он все сказал, ничего не надо, все у нас тут есть. Нас кормят, говорит, хорошо. Дорога дорогой, а обед по расписанию. Поезд еще не тронулся, а новобранцев уже покормили. На первое – наваристый борщ. Именно это блюдо в рейтинге солдатских предпочтений на первом месте. На второе – гуляш и картофельное пюре. Что путь в армию окажется таким вкусным и не рассчитывал, рассказывает Егор Титов. Хотя любимое блюдо молодого человека – та самая гречка, часто ее есть не придется. Солдатское меню отличается разнообразием. Не ожидал, если честно. Все очень круто и все очень вкусно. Именно в Сызране сформирован первый в России воинский эшелон с вагоном-рестораном. Раньше в дороге выдавали индивидуальный сухой паек. Теперь бригада гражданских поваров будет готовить завтрак, обед и ужин прямо в пути. Чем будут кормить солдат, рассказали на областном сборном пункте. Из 35 видов продуктов повара могут приготовить около 120 разных блюд. Силы защитники отечества черпают из дневного рациона на 4 с лишним тысячи килокалорий. Кроме того, у нас питание организовано по двум периодам – летний и зимний период. В зимний период выдается сало. И мы выдаем в свежем виде лук и чеснок для профилактики простудных заболеваний. Все это гастрономическое разнообразие очень экономично. Питание одного солдата обходится примерно в 300 рублей в день. На сборном пункте призывников не только накормят, но и оденут с иголочки. Подбирают обмундирование строго индивидуально. Если что-то не подошло, подгоняют по фигуре. Мы заказываем в промышленности любые размеры. Начиная от 36-го и заканчивая 50-го. Все военнослужащие, которые в этом эшелоне, я их лично вчера сам всех проверил, ему что подогнано, никаких нареканий ни у кого не было. Еще одно новшество. Призывникам выдают персональную электронную карту. Этой осенью выпускать их стали прямо на сборном пункте в Самарской области. На карту записаны 59 параметров. От имени до размера обуви и образования. В будущем такая карта может заменить военный билет. На эту карту будет отмечаться весь прохождение его службы. Какие упражнения он стрельп выполнял, какими болезнями болел. Ну и какие проблемы или достижения у него были. Поощрение, наказание и так далее. На сборном пункте встретили, как дома делится самарец Максим Халитов. В военкомат он пришел сам. Хочет стать настоящим солдатом. Ближайший год проведет в Амурской области. И даже рад столь дальнему путешествию. С более твердым характером хочу вернуться. Это в первую очередь. Как и в принципе любой мужчина должен служить. Должен отдать долг родине. И я вот еду его туда отдавать. В первом эшелоне на Дальний Восток поедут около трехсот новобранцев. Всего же в этот осенний призыв из Самарской области служить войска отправится около двух с половиной тысяч человек. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. Сегодня в Самарской школе номер 12 открыли мемориальную доску летчику-офицеру Александра Звонова. 30 лет назад он погиб во время службы в Афганистане. Память о товарищи предложили увековечить его одноклассники. На то, чтобы воплотить идею в жизнь ушло пять лет. Это и сегодня на открытие памятной таблички родственники и друзья Александра Звонова вспоминали школьные годы. Их рассказы выслушала Валерия Макарова. 30 лет назад он погиб в небе Афганистана, выполняя воинский долг. На счету летчик Александра Звонова 22 боевых вылета проведения 17 воздушных десантов. Сегодня в школе, где он учился, в память о герое, открыли мемориальную доску. Одноклассники своего товарища вспоминают с теплотой. Это был спокойный и очень честный парень. С первого класса он очень любил книги. И вот мы с ним ходили в библиотеку, допустим, он ходил с рюкзаком. Я брал две книги. Я, значит, через месяц сдавал эти две книги. А он уже несколько раз так по ходу делал в библиотеку. Идея открыть мемориальную доску впервые прозвучала 5 лет назад на встрече выпускников. Особенно к ней отнеслось старшее поколение ветерана Великой Отечественной войны. Они очень просили обратить внимание на участников военных конфликтов второй половины 20 века. Потому что они уже и по возрасту немолодые. И они тоже отдали, очень многие отдали жизни за свободу и независимость нашей Родины. В школе считают, что преподавать детям историю нужно именно на таких человеческих примерах. А памятная доска станет живым напоминанием об афганских событиях. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Державная святыня на небольшом листе картона. В Самару привезли уникальную икону Божьей Матери умиления из поселка Локотс Брянской области. 18 лет назад изображение из обычного настенного календаря стало мироточить. А на обратной стороне проявился нерукотворный лик Богородицы. С тех пор образ путешествует по разным городам и странам. Перед ним молились во многих храмах мира. А сейчас он находится в Самарском Кирилло-Мефодиевском соборе. О том, что не поддается рациональному осмыслению, Олег Зверев. Встречая чудотворную икону умиления из поселка Локотс Брянской области, паломники обычно рассчитывают увидеть державный блеск сусального золота и старинное письмо. Почитание святыни очень велико. Между тем, все намного скромнее. История этой иконы начинается в сельском магазине. Одна из покупательниц увидела в продаже прошлогодний календарь с образом на титульной странице. Его продавец собирался выбросить. А чтобы не допустить осквернения лика, женщина купила календарь, а картинку повесила на стену. Что произошло дальше? Помощник епископа уже наглядно показывает, используя репродукты. По прошествии времени образ на стене замироточил и заблагоухал. Об этом сообщили местному архиерею. К его приезду икону решили в рамочку поместить. Когда образ сняли со стены, то увидели, что на обратной стороне она явила другой образ, но только уже нерукотворный. Это произошло 18 лет назад. И все это время икона почитается как нерукотворный образ. Его даже назвали «Умиление Локотское» по названию села, где произошло чудо. А драгоценный оклад сделали уже позже, в Софрино. Ее возили по разным городам и странам. Перед ней молились монархи и президенты. Передачи и ток-шоу о ней показывали на ведущих телеканалах мира. А сегодня перед иконой служит молебен в Самарском Кирилло-Мефодиевском соборе. Миро со стекла Киото течет постоянная экспертиза, которую проводили в лабораториях спецслужб, не смогла установить химический состав и происхождение вещества. Также и само изображение. Искусствоведы утверждают, что такой техники письма еще не было в истории. А вот свидетельства о чудесах от иконы как никогда многочисленны. По словам очевидцев, исцеление, как грибы растут в разных городах, куда бы ее не привозили. Очень громкий был случай исцеления в Грузии. Это было в городе Горе, родина Сталина. У девочки отказали ноги, она перестала ходить, ее отправили в Белиссию. Храм ее отец принес на руках, а из храма она шла уже на своих ногах. В Самаре икона умиления Локотская будет находиться до 4 декабря. На праздник введения во храм Пресвятой Богородицы ее увезут. Любая чудотворная икона, она имеет большое значение, потому что Матерь Божия, слыша наши молитвы, откликается на наши просьбы. И сопровождающие иконы свидетельствуют о том, что за эти годы тысячи и тысячи случаев чудесных исцелений помощи от Божьей Матери. Поэтому мы надеемся, что и здесь у нас в Самаре Матерь Божия поможет многим и многим людям. Во время самых масштабных церковных торжеств проводится шествие крестным ходом с образом умиления. По дорогам России икона прошла уже сотни тысяч километров. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов, События. Остались без газа и горячей воды из-за интернет-провайдеров. Жители дома номер 15 на улице Николая Панова борются с недобросовестными компаниями, которые хаотично подключили свои провода к их воздуховоду, и тот под тяжестью рухнул. Чтобы вернуть людям газ, управляющая компания ЖКС за свой счет провела все восстановительные работы. С провайдеров обязательно спросят. Затем, как полутонную деталь поднимали обратно на крышу, наблюдала Марианна Мирная. Такие ЧП не редкость за последние три недели. Это уже четвертый случай, когда оголовок, верхняя опорная часть вентиляционной трубы на крыше пятиэтажки, падает под тяжестью проводов, натянутых операторами связи, при этом разрушая крышу. Они между домами протянули кабели, подвесили их и зацепили за воздуховоды, которые на крыше. Эти воздуховоды весом минимум полтонны весят. Когда у нас был шторм, то, естественно, все это раскачалось, и два оголовка весом полтонны, по сути дела, слетели со своих мест, и нам просто повезло, что в этот момент жителей не было рядом. Вентиляционные каналы не предназначены для закрепления проводов, но операторы связи протянули свои сети много лет назад, не спросив ни у кого разрешения. На момент начала работы ЖКС все это уже было на жилом фонде. И наша задача как управляющей компанией была узаконить все это и начать, так сказать, практику получения денежных средств для дальнейшего их передачи жителям, чтобы они могли их использовать. Мы можем только предполагать, что интернет-компании невыгодно внести какие-то дополнительные затраты на изменения своих схем подключения, схем проведения проводов, и, соответственно, они там всячески пытаются затянуть эти вопросы. Сейчас управляющая компания ЖКС проводит рабочие встречи с провайдерами, чтобы они оплачивали восстановительные работы и впредь устанавливали свое оборудование без ущерба для жителей. Мариана Мирная, Дмитрий Мешканцов, События. Российские чиновники начинают экономить на зарплатах. Кто режет себе заработок на 250 тысяч рублей, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. В конце недели нефть продолжает дешеветь. За один баррель дают 45 долларов 68 центов. На валютном рынке положительная динамика. На выходные Центробанк установил курс доллара на отметке 65 рублей 21 копейка. Евро 71 рубль 12 копеек. Золото стоит 2611 рублей. Серебро 38 рублей 35 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 66 рублей 66 копеек. Дороже всего продать за 63 рубля 54 копейки. Компания Apple решила, что старому добру пропадать, и начинает продавать отремонтированные айфоны. Стоить они будут на 15 процентов дешевле новых. А депутатам губернтской думы сократят расходы на помощников 75 тысяч до 50 тысяч рублей в месяц. Но примером есть с кого брать. Вот губернатор Петербурга урежет себе зарплату на 250 тысяч рублей в месяц. И на этом не остановится. Пообещал затянуть пояса всем чиновникам и районным администрациям. На этом все. Удачи в делах. Далее коротко о других темах дня. В субботу в многоэтажках в районе Московского шоссе отключат электричество. Расположенные поблизости светофоры работать не будут. Ограничения связаны с реконструкцией сетей. Электричества не будет с полуночи до пяти утра. В домах по улицам Георгия Димитрова, Ташкентской, Силина, Бубнова, Зойко-Смодемьянской, Демократической, Тополей и на проспекте Кирова. С 7 утра подачу всех коммунальных ресурсов восстановят в полном объеме. Появилась визуализация концепции благоустройства Самары к чемпионату мира по футболу. В городе предполагается отремонтировать и отреставрировать объекты историко-культурного наследия, расположенные вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волга. Все художественные элементы будут созданы в едином стиле, в том числе и рекламные конструкции. У зданий появится архитектурная подсветка, а в пешеходных зонах установят уличную мебель. Реализацию этой концепции оценили почти в 11 миллиардов рублей. Записаться на прием к врачу можно, не выходя из дома. На портале Госуслуг заработал сервис, позволяющий это сделать. Воспользоваться им можно в любое время. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, затем зайти в личный кабинет, выбрать поликлинику и записаться на прием к врачу, заполнив электронную форму записи. Для этого потребуется полис обязательного медицинского страхования. Можно записать на приемы другого человека. О том, что талон к врачу забронирован, придет СМС-уведомление. Или письмо на электронную почту. Для удобства ему можно распечатать. С 1 января в России вступят в силу поправки в ПДД, касающиеся перевозок детей до 12 лет. Изменений будет всего три, но все они довольно серьезные. С нового года можно будет перевозить детей старше 7 лет на заднем кресле без специальных удерживающих устройств. Конструкция детского автокресла должна будет соответствовать росту и весу ребенка. Кроме того, с 1 января будет категорически запрещено оставлять в салонах автомобилей детей до 7 лет. Даже если родители отлучаются буквально на несколько минут. В Самарской области продолжается набор городских волонтеров на чемпионат мира по футболу. Присоединиться к команде добровольцев могут кандидаты из любого города и района. Ключевые критерии отбора – возраст от 16 и старше, готовность много работать, дополнительное преимущество знаний иностранных языков. Для участия в программе необходимо оставить свою заявку на сайте волонтер63.рф. Потом кандидата пригласят на личное собеседование. Подробности можно узнать по телефону, указанному на экране. Мировая премьера на сцене Самарского театра оперы-балета. 26 и 27 ноября зрители впервые увидят новую музыкальную комедию. Сейчас завершается подготовка. Оперета по произведениям Шостаковича переносит зрителей в середину прошлого века и рассказывает о том, как проходило масштабное переселение из коммунальных квартир в новостройке. Сюжеты музыка известны еще по советскому фильму, дополнены другими произведениями мастера. Олег Зверев заинтересовался новой постановкой. По названию это «Тарам-парам», а по факту – мировая премьера. В Самарском театре оперы и балета готовится удивить мир новой оперетты на музыку Шостаковича. Для Самарской сцены это будут исторические события, приуроченные к 110-летию композитора, который сочинял не только эпические полотна, но и работал в легком жанре. Сейчас завершается подготовка реквизита. Шляпа товарища Барабашкина из ткани серебряного цвета. Здесь же кепки, фуражки, шляпки – такие, как носили наши бабушки и дедушки, взятые из первоисточника. Журналы мод того времени, фотографии. Кстати, причем фотографии именно из жизни. Ну и, конечно же, фотографии моих бабушек, дедушек, бабушек Шила. Поэтому огромное количество и головных уборов, и, собственно говоря, костюмов, и женских, и мужских, и детских. Спектакль с длинным, но легким музыкальным названием – «Тарам-парам», «Нина-нина» или «Квартирные вопросы» их испортил. С первых тактов увертюры словно переносят зрителя послевоенные годы. Атмосферу создают и подлинные значки ГТО, и октябрецкие звезды, и ткани, и одежда артистов в стиле той эпохи. Всего за два месяца сшили 300 костюмов. Режиссер поставил задачу такой ностальгии по времени, по советскому времени, того времени. Ну, это, конечно, с долей иронии, понятное дело, потому что это все-таки комедия. В сюжете описывается время массового переезда москвичей из коммунальных квартир в новостройки. Много смешных и трогательных ситуаций. По замыслу режиссера Михаила Панчавидзе, это объединение разных музыкальных жанров, включающие как номера из единственной опереты Шостаковича, «Москва-Черемушки», торжественную увертюру, третью симфонию и фрагменты из балета «Барышни и хулиган». Это произведение не только певческое, оно безумно трудное, певческое, как выяснилось. Несмотря на кажущуюся простоту советскости песен, выяснилось, что все это вокально достаточно сложные партии, которые нельзя спеть где-то еще, кроме как-либо в оперном театре, либо в театре опереты первого класса. Плюс к этому прописанные самим Шостаковичем хореографии заделаны хореографические картины, которые подразумевают реально классический балет. Музыка Шостаковича, либретто, писал Михаил Саныч, по мотивам, можно сказать, все-таки по мотивам. Работа, которая, этой работе предшествовала достаточно серьезная работа, нужно было связаться со всеми авторами, со всеми наследниками, и либретто, и Шостаковичами, написать, создать, продумать. По мнению артистов, замысел удался на все сто. А вот как оценят постановку зрители и музыкальные критики, станет известно совсем скоро. Премьера 26 и 27 ноября. Олег Зверев, Василий Калдашов, события. Она всю жизнь играла мальчишек, и дети верили ей безоговорочно. Актриса театра «Самарт» Вера Синина отметила 90-летний юбилей. Театр юного зрителя был ее домом 40 лет. На сцене она воплощала добрые и трогательные образы. С днем рождения Веру Васильевну поздравила и Марианна Мирная. О, как на склоне наших лет, нежней мы любим и суеверней. Сияй, сияй, прощальный цвет. Любви последней, зови вечерней. В свои 90-е Вера Васильевна Синина по-прежнему красивая и молодая. Признается позитивный настрой, помогает справляться с недугами. Актерская память не подводит стихов. Актриса на пенсии знает столько, что позавидуют молодые. О службе в театре Вера Васильевна вспоминает с ностальгией. Я играла конька Горбунка, Ешовскую сказку. На мне, значит, вот так вот. Здесь головка конька, здесь лицо. Здесь вот висят копыта по всем правилам. В театр юного зрителя она пришла в 50-м, и он стал ее судьбой. Сын Вера Васильевна Владимир про себя, говорит, родился в театре. В зрительном зале даже было кресло, билеты на которые не продавали. В кулуарах его называли «Вовкино место». Мы часто ездили летом, практически очень много гастролей было по пионерским лагерям. И я помню, возили огромный сундук. В этом сундуке была декорация, и меня сажали на сундук. Я охранял, и был как царь горы, потому что все понимали, что я где-то рядом с этими актерами. За 40 лет в театре актриса редкого амплуатора вести сыграла десятки ярких ролей. Коллеги с теплотой вспоминают, каким хорошим партнером она была на сцене. Она такая жизнерадостная, такая жизнелюб, это у нее энергии просто... И вот сейчас, даже в свои 90 лет, она, в общем-то, человек довольно-таки такой... С ней можно поговорить, да, хвори одолевают, да, ноги, может быть, подводят. Но, тем не менее, она очень здраво мыслит, рассуждает, и очень хорошая память у нее сохранилась. Дай Бог ей еще здоровья и еще долгих лет жизни. Возраст всего лишь дата в паспорте, уверена Вера Синина. И надеется, что здоровье не подведет. И через 10 лет она будет принимать поздравления уже с вековым юбилеем. Марьяна Мирная, Сергей Баскин, События. Культура здоровья для ветеранов. В Самаре проведут учебно-практический курс для пожилых людей по улучшению самочувствия зимой. Всех желающих приглашает ДК Заря по адресу проезд с 9 мая 16 ежедневно с 12 по 19 ноября начало занятий в 10 утра. Программу проводит общественная организация ветеранов, администрация Самары и Центр медицинской профилактики. Слушатели научат, как избавиться от метеозависимости, восстановить природные силы организма, укрепить иммунитет, улучшить работу опорно-двигательного аппарата. Подробности можно узнать по телефону, указанному на экране. Ну а далее новости спорта. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Баскетбольная Самара одержала уверенную первую победу в домашнем матче чемпионата Суперлиги. В гостях был Ижевский купол Родники. За хозяев дебютировал в воспитании клуба Константин Кадыков. Он несколько лет играл за саратовский «Автодор». В родную команду Самара вернулся буквально накануне матча. Мы контролировали страну весь матч. Вся скамейка поиграла. Давно хотелось порадовать домашнюю публику. Как видите, вели спокойно, в принципе, всю игру. Нам попали много трехочковых бросков. Что, на самом деле, для Самары тоже довольно удачные броски. Они сделали из дуги. Это были наши ошибки. Ставили на периметре бросающих игроков. И вначале мы чуть не были готовы к игре, к плотной. Первый раз главный тренер Самары выпустил новичка на паркет показать класс во втором периоде. Команда имела на тот момент солидное преимущество в 20 очков. Добыть его удалось еще в первом периоде, когда счет был 32-14. Дома еще не выигрывали, поэтому лед тронулся. Доволен первым периодом, а остальными периодами нет. Три периода сыграли только на запасе того, что в первом периоде сыграли. Вторую половину матча Самара играла в удовольствие. Поймала кураж и восхищала болельщиков эффектными попаданиями. Однако гости тоже не дремали и попытались сократить отставание в счете. Но ближе, чем на 10 очков, подобраться к Самаре не смогли. 90-80. Пятое в сезоне победа Волжан. И клуб уверенно прописался в группе лидеров чемпионата страны. Игра была сложная для нас. Первый тайм просто провалили. Затоптали нас. Команду игроки очень опытные. И в принципе не справились с лидерами. Зазулин в первую очередь, Жаконенко и Корчанин. На первое место в Суперлиге после этого тура вышел Новосибирск. Иркут опустился на второе. Самара следующий матч проведет на выезде в Сургуте. Ее ждет университет Югра, который занимает седьмое место в турнирной таблице. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok